Спасибо коллегам из Retail.ru за приглашение в компанию 1С. На самом деле я не так часто выступаю на эти конференции, но вот Наталья, отдельное спасибо Наталье Маровой, она меня пригласила, сказала, вот соберутся много ритейлеров и нужно что-то им важное сказать. Вот я задумался за 20-25 минут что-то важное сказать, что же такое важное. Ну решил, в общем-то, а, да, еще второй вопрос был, чтобы еще и денег заработали. Вот пришли участники, еще потом вышли и быстро заработали денег. Поэтому я сегодня хотел бы сказать вот за 25 минут, наверное, о стратегических, у нас конференция называется «Точки роста», да, вот я хотел бы сказать о стратегических точках роста. И второй вопрос, собственно, как можно еще и денег немножко заработать. Я в основном занимаюсь независимым директором в розничных компаниях, в нескольких средних розничных компаниях, поэтому, собственно, наверное, больше я к вам буду обращаться как коллеги. И еще я являюсь управляющим партнером компании MyRetail Strategy Partners, международной компанией, которая занимается, у нас очень маленькая компания, мы в основном как раз занимаемся вопросом стратегического развития, инвестиций в розничные компании. У нас один из партнеров в Соединенных Штатах находится, и вот поэтому у нас есть достаточно такой большой у меня личный опыт изучения, как работает тот американский рынок, где есть Allmart, и оказывается, на самом деле на этом американском рынке есть не только Allmart, еще есть очень-очень много различных маленьких средних компаний, которые успешно конкурируют на этом рынке. Вопрос, конечно, возникает всегда, а вот как? Как это происходит? У нас даже есть такой проект, мы вывозим собственников, директоров розничных компаний в США, и, собственно, вот после этого народ возвращается и думает, да, бывает по-разному, есть не только Allmart, есть не только X5 и Magnit. На самом деле я в основном в России, специализируюсь, и, конечно, нет у меня никаких иллюзий по поводу того, что вот есть развитие различных технологий, мобильные технологии, интернет, Omni Channel и так далее. На самом деле, наверное, если присмотреться в продуктовой розничных компаниях, я буду в основном говорить про продуктовые розничные компании. Очень много таких вещей, которые мешают жить покупателю, простому покупателю. Если вы занимались и проводили опросы или смотрели, как ведут ваши покупатели, что они отвечают в торговом зале, один из самых главных факторов, который мешает жизни покупателя, и, можно сказать, один из таких важных элементов путешествия покупателя в торговом зале – это очереди. Вот, собственно, процентов 50-60 покупателей, если вы спросите своих покупателей в ваших магазинах, то наверняка вы увидите, услышите, что это очереди. Я в рознице 15 лет, и вот два года назад я освободил свой мозг для того, чтобы впитывать новые какие-то знания. Вот есть такая книжка, она, кстати, есть на retail.ru, «Как конкурировать с большими компаниями», то есть как выстроить бизнес-модель, которая устойчивая и позволяет вам конкурировать с большими компаниями. Я всегда прихожу, пытаюсь приходить с хорошими новостями. Одна из хороших новостей – кризис продолжается. Почему она, собственно, хорошая новость? Потому что именно в кризис, если изучить истории больших компаний, успешных компаний, которые сейчас успешны, они росли, многие из них росли как раз в кризис. Почему это важно? Потому что на самом деле в кризис предпринимательская энергия, она уходит. То есть те, кто боится кризиса, а многие, скажем так, у нас есть убеждения психологические, что если кризис, экономика не растет, надо пригнуться, прижаться и вдруг пронесет. И тогда вот когда будет расти экономика, тогда, соответственно, мы начнем что-то делать. И в этот момент как раз предпринимательская активность очень серьезно уходит и расчищается место для тех бесстрашных предпринимателей, которые в этот период могут расти, хотят расти, и для больших, конечно, компаний. Если вы посмотрите статистику больших компаний, таких как первую пятерку в продуктовом розничном бизнесе, то эти компании за последние два года в восемь раз быстрее росли по открытию магазинов, по открытию площадей. То есть если в среднем рынок рос в 11% открытия площадей, то большие компании росли на 80% открытия площадей. Поэтому это показатель того, что рынок у нас на самом деле такой же свободный относительно в период кризиса. Вторая хорошая новость для небольших компаний. Мы, конечно, смотрим всегда на большие компании. Как вот они большие компании недостижимы на самом деле, но они всегда были маленькие тоже. То есть тот же Магнит, тот же X5, тот же Вкусилка. Мы сейчас уже говорим, что больше 600 магазинов, но время совсем недавно прошло. То есть в 2012 год они были тоже небольшие компании. Даже если посмотреть на тот же американский рынок, и нас много пугает, что в общем-то рынок наш будет консолидирован, придут большие топ-10 компаний, займут весь рынок и среднему малому бизнесу собственно места не будет. Я думаю, что это не совсем так. И многие эксперты подтверждают о том, что российский рынок будет развиваться скорее всего по модели США, потому что большая территория, разные у нас населения. Татарстан одна история, Уфа другая история, Сибирь совершенно третья, Москва это совершенно другая история. И один мой молодой коллега, когда мы обсуждали собственно работу в нашей компании, он сказал, ну Александр, слушай, вот в той компании, в которой работаю, у меня есть бонус. Это бесплатная парковка в центре Москвы. Вот это тоже такой ключевой, один из ключевых там факторов. Поэтому на развитом рынке, где есть Олмарт, даже Олмарт, и есть 40% рынка, который занимает небольшие средние локальные компании. И третье, конечно, преимущество любой локальной компании, которая, кстати, надо сказать, что оно постепенно исчезает, это, я думаю, что вы знаете, что за преимущество. Это знание своих локальных покупателей. Но не часто локальные компании, региональные компании пользуются этим преимуществом. А с развитием интернет-технологий, с развитием накоплением знаний больших компаний о покупателях, это преимущество стремительно уменьшается. Мне часто задают вопрос, а почему вот собственно за последние 3-4 года очень много розничных компаний ушли с рынка. Ну это я задумался над таким вопросом. И у меня вот, я делюсь своим опытом, почему собственно, почему может уйти с рынка продуктовая розничная компания. Это три основных фактора. Это рост ради, собственно, роста. Особенно в период развития, когда многие компании начинали открывать магазины, брали кредиты, это второй фактор. И увеличился уровень заемного, собственно, капитала. А потом приходили такие большие компании или банки приходились, говорили, ребят, слушайте, ну вот кризис, давайте вот быстренько возвращайте деньги. А не дай бог те компании, которые уже еще и зарыли, я так называю, деньги в землю, то есть начали строить торговые центры. Наступил кризис 2008-2009 год. И вот собственно тогда возникла такая, собственно, проблема. И третий фактор – это усталость предпринимателя. Если посмотреть на возраст предпринимателей розничной компании, это уже за 55 лет, естественно, многие предприниматели думают о том, как, собственно, как уже начать отдыхать. Мы всегда смотрим на примеры, то есть тоже хочется увидеть что-то интересное, посмотреть, изучить опыт. Вот один из примеров, который я хочу показать, и несколько примеров покажу. Это компания Whole Foods. Многие, может быть, слышали, американская компания, которая позиционирует себя как самая лучшая американская компания, и которая на самом деле подняла тренд органических продуктов в Америке и во всем мире. Это небольшая компания по меркам американского бизнеса, когда у Allmart больше 500 миллиардов выручка, у этой компании около 12-14 миллиардов, всего 400, больше 400 чуть-чуть магазинов. Недавно эту компанию купила Amazon. Это фотография, которую я сделал. Я, это 2015 год, это Нью-Йорк, это Union Square, достаточно такой, это обед. Это люди пришли на самом деле перекусить в эту компанию. То есть около часа времени. Это очередь, 32 работающих кассы. Я лично отстоял в этой очереди 10 минут. Возникает вопрос, причем это занятые люди, то есть это Нью-Йорк. То есть и предложения в этом районе, с точки зрения конкуренции, достаточно много. Вопрос, почему эти люди тратят свое время, ходят именно в Whole Foods и вот стоят в этих очередях. Наверное, это что-то больше, чем продукты. То есть это один из примеров, как компания понимает своих покупателей и построена не только на тех продуктах и товарах, которые они продают, но и на ценностях. И, собственно, именно потому что компания придерживается своих ценностей. Доходит, конечно, иногда до абсурда. Вот нам рассказали, что в 2015 году они уже больше у нас не продаются живые лобстеры, потому что им какая-то организация общественная рассказала, что при перевозке лобстеров в живых они страдают. И поэтому они продают только мороженых лобстеров. Другой пример, который на самом деле очень нравится в Кусвилл, это пример компании TraderJoyce, тоже такая нишевая компания. Небольшая компания, ей 60 лет. Заметьте, 60 лет и всего чуть больше 420 магазинах во всех штатах. Тоже оборот около 12 миллиардов. В этой компании нет интернет-магазина, нет промо-акций. Эта компания, магазины очень такой усеченный ассортимент, это около 4000, но при этом больше 80% это private label. И самое важное то, что они говорят и выполняют, и самое главное выполняют, потому что мы когда приезжаем в Соединенные Штаты и наши коллеги задают вопросы коллегам из компании, и вот рассказывают про какие-то маркетинговые коллеги инструменты, и у наших коллег часто возникает, о, это можно сделать, но очень важно, что это не только нужно заявить, то есть не только нарисовать, не только рассказать, но это нужно подтверждать. И эта компания реально подтверждает и говорит о том, что если у нас будет, например, там всего три варианта, три вида арахисового масла, то они будут самые лучшие в мире. То есть, собственно, один из, ну как позиционирование, то есть ту ценность, которую предлагает компания Трейдер Джойс для своих покупателей, это поиск самых лучших продуктов во всем мире. Про вкусил я, наверное, уже не буду говорить. Собственно, это интересная компания, которая у нас в России развивается, я бы ее сравнил с такой Трейдер Джойс компанией, но вот они, к сожалению, единственное, что меня беспокоит, что они очень-очень быстро растут. В этом смысле у меня возникает определенное беспокойство с точки зрения там будущего компании. Другая компания, где я являюсь независимым директором, это Уфа, компания Дворик называется, там два формата. Мы начали работать в 2014 году, обратите внимание, 2014 год, очередной такой год кризиса, тогда было около 15 магазинов, сейчас в этой компании уже, по-моему, около 58 магазинов, если честно говоря, я точно не помню, потому что вот на прошлой неделе и на этой неделе должны были открыться магазины, я не знаю на самом деле. Точка роста, то есть мы говорим о точке роста, что важно? Важно на самом деле для руководителей, вот я, в общем-то, наверное, процентов 60 времени, я работаю как независимый директор, мне задают вопрос, Александр, какая роль, какая ключевая роль, что делаете, что вы делаете? Я говорю, да, в общем-то, по большому счету, всего две задачи. Это фокусировка и задание ритма. То есть фокусировка заключается в том, чтобы не только что делать, но и того, чтобы отвечать на вопрос, что не надо делать. Вот есть такая замечательная модель, называется The East, американская модель, которая лет, наверное, 25. Речь о том, что розничная компания должна быть сфокусирована на одной из шести позиций. Понятно, что другие позиции, они должны быть на уровне среднем рынка, но одна из позиций должна быть ключевая. Очень хороший показатель, если как оценить компанию розничную сфокусированно или не сфокусированно, это надо посмотреть на рентабельность по чистой прибыли. Если ваша рентабельность по чистой прибыли в два раза меньше, чем в среднем по рынку, например, в среднем по рынку по рознице, допустим, в формате супермаркета рентабельность 4%. Если у вас в компании рентабельность от чистой прибыли 1%, то значит, скорее всего, есть какие-то проблемы с точки зрения фокусировки деятельности. Шесть позиций. Это позиции, так называемые, название модели это от названия The Best, то есть компания должна быть самой лучшей в одной из позиций, бить только в одну точку. Это The Cheapest, то есть компания, которая предлагает самые низкие цены. Это так называемая Hottest, компания, которая умеет быстро изменять ассортимент. То есть это может быть, это не обязательно фэшн, то есть это не с точки зрения фэшн, то есть это компания, например, продуктовая, которая может хорошо работать с сезонными товарами. Например, есть в Америке такая компания, как Коско. У нее всего 4 тысячи SKU на 10 тысяч квадратных метров, но 50% этого SKU постоянно меняется. Компания Biggest, это компания, которая формат магазина, которая так называемая убийца категории, например, спортмастер. То есть это одна категория, там все есть для этой категории. И в этом мы специализируемся. И одна из, наверное, успешных компаний на российском рынке в секторе Non-Food, это, собственно, пример компании спортмастер, который имеет и другие, конечно, форматы. Например, там Остин, который попадает, наверное, в формат Hottest, который позволяет и который умеет быстро менять ассортимент. Easyist, это тот формат, который удобный, который предлагает достаточно много сервисов, услуг. Очень похоже на этот формат Quickest, но одна из ключевых услуг, это быстрота обслуживания. В некоторых магазинах, например, которые в этом формате работают, покупателям предлагают некий сервис или гарантия времени в очереди. То есть если вы отстояли в очереди больше 5 минут, вы можете уйти, например, бесплатно с покупкой. Вот, в общем-то, это подтверждение того. И следующая шестая позиция – это Experiences. То есть компания, которая создает и предлагает уникальный опыт, но здесь я прошу не путать с точки зрения сервисов. То есть вот я хочу показать пример, следующий пример видео, короткое видео. Компания BuilderBear – это компания, которая занимается… Можно выключить звук, наверное. Да, вот компания, которая занимается как бы продажей игрушек. Но если вы сейчас очень внимательно посмотрите на то, что происходит в торговом зале, то это не совсем на самом деле продажа игрушек. То есть это некоторые… Кто знает, кто видел, кто был? Может быть в Москве они, кстати, по-моему, года 4 пытались открыться, но потерпели на самом деле неудачу. Там другие на самом деле причины. То есть вы заходите в магазин и выбираете вот такую шкурку, то есть шкурку той игрушки, которую вы хотите самостоятельно сделать. То есть вот здесь есть разные там, конечно, варианты. Дальше вы проходите и… Там есть специальная машина. Сейчас можно, соответственно, посмотреть. Здесь вы выбираете различные, например, там звук, как будет ваша игрушка, какой будет голос у вашей игрушки, какой запах будет из носика вашей игрушки и так далее. Там есть рядом, соответственно, стоит машина, которая набивает игрушку, соответственно, материалом и шкурка превращается непосредственно в игрушку. Вот видите, есть такая машина. То есть происходит вот такой процесс. Мы весь не будем ролик. Кому интересно будет, вы можете посмотреть. Мы весь не будем ролик смотреть. Вот дальше, когда вы создадите свою игрушку, вы, соответственно, можете одеть игрушку. Игрушка такая стоит, например, там мишка стоит 19 долларов, а одежка стоит 35 долларов. Но это еще не все. То есть, когда вы сделали свою игрушку, вы присваиваете имя, у вас возникает сертификат такой, создается сертификат о рождении с конкретной датой. И вы можете дальше продолжить эту идею. В чем идея? Что в этот день, наверное, у очень многих количеств покупателей родилась игрушка. И дальше можно с этим что-то делать. Например, устраивать различные дни рождения, создавать сообщество, соответственно, покупателей, которые создали игрушку в этот день. И, конечно, очень важный, следующий важный момент. Это так называемый, я называю это импульс. Мы хотим создать компанию, которая будет, наверное, двигаться, работать, развиваться достаточно большое количество времени впереди. Для этого возникает вопрос, а что для этого нужно? Один из ответов на это, это нужно найти такую глубинную инсайт или проблему покупателя, которую вы собираетесь решить. Что делает на самом деле вкусвилл? То есть, он решает одну, всего лишь проблему одну. Вот если вы спросите, причем эта проблема будет существовать, скорее всего, долгое время. Если вы спросите ваших покупателей, если мы сейчас пройдем опрос среди вас, то есть, хотели бы вы, чтобы ваши дети питались безопасными продуктами питания, скорее всего, 100% покупателей ответят да, мы хотим. Но не все, конечно, могут позволить себе это. И эта проблема, соответственно, будет, актуальность эта проблема будет нарастать, потому что количество людей будет увеличиваться, а качество питания, ну, еще, собственно, под вопросом будет. Другой пример. Я, на самом деле, пропущу, наверное, этот видео, хотел показать видео. Это пример компании Street Market из Екатеринбурга, которая нашла интересную идею. Когда понимаем, что мы делаем, находится интересная идея. В частности, ребята соединили кофейню и такой розничный магазин полезного питания, интересного полезного питания. Следующая точка роста или там фокус, на который очень важно сделать, об этом Наталья немножко говорила, по поводу позиционирования, конечно, очень важно понимать своего покупателя. Это простые вещи. Я, на самом деле, скорее всего, говорю про простые вещи, которые вы и так, на самом деле, знаете. Но иногда еще раз услышав с какой-то сцены, на какой-то конференции, мне один раз, собственно, сказал так, Александр, коллеги, консультанты и коллеги нужны для того, что иногда, чтобы подумать и придать лишнюю уверенность. Поэтому здесь моя, наверное, функция, я хочу придать лишнюю уверенность в том, что это и так оно есть. И вы об этом знаете, что, конечно, важно знать своего покупателя. Вот коллеги со Street Market так видят своего покупателя. Когда вы знаете своего покупателя, вы можете, соответственно, предлагать то, что ему нужно и следить именно за своим покупателем, предлагать ему дополнительную ценность. Пример из Лас-Вегаса. На прошлом году я был на конференции, вернее, в Лос-Анджелесе. Директор по маркетингу Виктория Сикретс. Интересный такой кейс приводил. Это, в общем-то, к вопросу, как, если мы знаем покупателя, мы можем что-то с этим делать. Но с другой стороны, я хочу привести пример, что большие компании уже накапливают столько много информации о покупателях, в том числе о ваших покупателях. И конкуренция уже начинается именно за знание о покупателях. И здесь многие локальные компании, если этим не занимаются, начинают проигрывать. Что делала Виктория Сикретс? Они загрузили данные, это еще до скандала с Фейсбуком, данные из продаж своих систем лояльности и профиля покупателей Фейсбука провели некоторый анализ и задача была поискать какие-то инсайты. Вот они нашли такой интересный инсайд, что покупатели, женщины определенного возраста покупают нижнее белье, когда у них меняется статус в Фейсбуке, в профиле, там вышла из отношений, либо вошла из отношений. Соответственно, в этот момент, когда меняется профиль, появляется на страничке, в постах, соответственно, посты и появляется предложение в мессенджере, от которого сложно отказаться, скидка на 50% или 70% и конверсия очень большая получилась. Казалось бы, один-два дня работы и миллионы долларов, на которые можно, соответственно, заработать. Ну, как бы резюмируя первую часть, какие могут быть точки роста для розничной компании? Вот если все эти точки роста собрать, их на самом деле три, я бы сказал. Ну, понятно, есть четвертая, нижняя, которая ниже, слева. Когда вы не можете конкурировать, вы не можете предложить что-то уникальное, вам нужно конкурировать только по цене. Если вы продаете соль, сахар, скорее всего, вам придется конкурировать по цене, если вы не начинаете еще и упаковывать, если вы какие-то креативные идеи не пишете, например, там вы пишете соль и пишете на упаковке соли, что без сахара, без глютена и так далее. У вас есть три вещи. То есть первая – это дифференциация по ассортименту. То есть многие, конечно, сейчас пытаются развивать интернет, что-то делать там с мобильными технологиями, но посмотрите на ассортимент. Если ваш ассортимент такой же, как у конкурента, то вам, скорее всего, придется все равно конкурировать, соответственно, по цене. Поэтому первая задача, которую многие решают, это дифференциация по ассортименту. Есть такой показатель 70% SKU. Если вы достигаете 70% SKU отличный от конкурента, то ваши покупатели будут говорить, что ваш магазин другой и мы идем в ваш магазин за каким-то другим товаром, который нет конкурента. Это первая задача. Если вы исчерпали собственно эту возможность дифференциации, создания дополнительной ценности за счет ассортимента, следующее это дополнительные, конечно, услуги. То есть это может быть доставка, чистка рыбы, если мы говорим про продуктовый ритейл. И уже следующий шаг это покупательский опыт. Но здесь я бы говорил, наверное, не о таких громких вещах, связанных с OmniChannel. Вы можете присмотреться, что происходит в ваших магазинах. Те же самые очереди. Решение проблемы с очереди тоже создание покупательского опыта, улучшение покупательского опыта, расширение проходов, которые мешают покупателям. Тоже, в общем-то, покупательский опыт. Или в одной компании, которая фэшн продает. Какая проблема, допустим, для фэшн, чтобы стимулировать покупки. То есть когда женщина заходит в примерочную. То есть мужик зашел в примерочную, это примерно 80 процентов, что он что-то купит. Женщина зашла в примерочную, это процентов 40-50, что она что-то купит. Поэтому многие компании, ну некоторые, скажи, не многие компании. Что такое покупательский опыт. Например, в примерочных вешают три крючка. То есть первый крючок. Определенно не куплю, может быть куплю, определенно куплю. Это тоже на самом деле покупательский опыт, если использовать такие маленькие фишки. Ну и последний момент, последний важный момент по поводу цены. Мы создали хорошую дополнительную ценность, но на самом деле часто мы боимся зарабатывать на этом. Вот есть такое замечательное выражение у Баффета, если инвесторы на самом деле, они же умные все. То есть они всего два фактора. То есть чем меньше факторов, чем меньше мотивов, тем умнее существо. У них всего два фактора. Это жадность и страх. И когда приходят вот такие инвесторы в компанию, если вот Баффет сказал, что если компания боится и вам приходится молиться при повышении цен, значит с бизнес-моделью, с компанией что-то не так. Почему важны цены для розничной компании? Потому что очень высокий операционный рычаг. Если вы снизили цены, например, проводите акции различные, там скидки бонусные даете, но у вас не увеличивается объем продаж, то вот за счет этого 1% потери такой выручки за счет цен у вас приводит к 10-15% снижению вашей чистой прибыли. Соответственно вопрос возникает, как этого не допустить. Здесь я прошу обратить внимание, что на самом деле большинство покупателей ищут не цену, а ищет ценность. И здесь у вас есть два фактора. То есть это создавать больше воспринимаемых выгод или уменьшать цену. Если вы не можете создать больше воспринимаемых выгод, вам приходится соответственно уменьшать цену. Вы вспомните, сколько стоит бутылка в аэропорту. Многие может быть прилетели, да? Ну вы же покупаете. Ну вы прекрасно при этом знаете, что в супермаркете такая бутылка стоит 39 рублей или 29 рублей. То есть вопрос соответственно соотношения цены и ценности. Следующий важный инструмент это позиционирование вашего формата. Вот такой матрицы есть. Это стандартная матрица. Но что я хотел сказать, что если вы уже спозиционировали формат, как достаточно дорогой формат или хорошая покупка, то человек, когда заходит покупатель в ваш магазин, он уже ожидает определенный уровень сервиса и в этом смысле уровень сервиса и уровень цен. И в этом смысле не нужно бояться работать с ценами. Вот как определить позиционирование? Конечно нужно спрашивать покупателей. Вот здесь очень важно для маркетологов, для маркетинга, кто занимается разработкой форматов. Часто бывает такая история, что мы поштурмовали, интересные идеи в области маркетинга придумывали и в общем-то это забывается. Жизнь идет своим чередом. То есть как сделать связку? Вот есть такая достаточно простая таблица, в которой можно сделать естественно опрос, когда вы спрашиваете ваших покупателей, то есть как они оценивают вас под вашим ключевым выгодом и ваших конкурентов и ощущение стоимости. И после этого можно построить вот такую матрицу и посмотреть, где располагается ваш магазин. Самое главное, что важно, что важно не то, где вы сейчас находитесь, например, а важна динамика. Если вы соответственно, ваша дополнительная ценность уменьшается, значит что-то нужно делать с этим. Ну и последний такой момент, очень важно, где денег еще заработать, это последний такой слайд. Один, как правило в одной книжке большой, толстой или в презентации долгой, там есть всего один, два, три слайда может быть. Вот я наверное, вы уже решили эту задачку. Я думаю, что залп разделился примерно на две части. Кто читал книжку или кто там знает эту задачу, то уже правильный ответ 5 центов. А те, кто не читал, не знают, мозг на автопилоте наверное будет отвечать 10 центов. Хотя 10 центов неправильно. То есть это к чему? На самом деле есть целое такое направление, поведенческая экономика. То есть мы часто пытаемся искать решения в области ценообразования с точки зрения рациональной какой-то истории. Но на самом деле есть многие вещи, которые не поддаются рациональному поведению. Так вот, по поводу как заработать денег. На самом деле, если вы в своих категориях разобьете в свою категорию цен по шагам 25 процентов и подвигаете цены таким образом с учетом психологического ценообразования, конечно, к верхней границе ценового сегмента. Например, допустим, вот молоко, там есть 40 рублей, там следующий шаг это 50 рублей, 62 рубля. Смысл очень простой. Почти во всех потребительских товарах, то есть если цена меняется правильным образом с учетом психологического ценообразования в рамках ценового сегмента шаг 25%, то для покупателя это не сильно заметно. Но если вы правильно, соответственно, поднимаете цены с точки зрения к верхней ценовой границе, то таким образом можете заработать. Вот, например, это даст в розничной компании, в FMCG, в продуктах питания дает, как правило, плюс 1% квала маржи. Вы еще, соответственно, можете немедленно умножить свою выручку, взять 1% и, в общем-то, оценить ценность сегодняшнего мероприятия, как минимум вот этих 25 минут, которые я уже перебрал. Спасибо большое, коллеги. Если есть вопросы, я могу ответить на вопросы, если нет, я в конце могу ответить. Спасибо.